Друзья мои, всем привет! Привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика Можно Чонгук от автора Риджи Фокс. И опять мой Тихен где-то нашел пробочку, так что брак по звуку сегодня точно будет. Так, ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же в описании под видео. Не забывайте запройти по другим ссылочкам. Там есть ссылочка на мой второй канал с озвучками, на мой влоговый канал, на мой телеграм-канал и на мою страницу Бусти, где более 60 фанфиков уже есть в моей озвучке. Также там параллельно озвучиваются три работы. И там же я выхожу в 22.00 каждый день по московскому времени в прямые эфиры, где мы с вами общаемся без цензуры. Эфиры очень сильно отличаются от ютубных. Ну а прямо сейчас у нас глава седьмая. Фанфика «Можно, Чунгук» и поехали. «Я есть хочу». Потребовал Чунгук, стоило Тихену выйти из автобуса. Как раз напротив возвышалось здание супермаркета, в котором наверняка можно купить что-то готовое. «Ну, серьезно, Ким, да ты и сам голодный». «Ну да», — не стал спорить тот. «Но это же ты с самого утра потребовал сначала идти к тебе домой, потом в больницу, а сейчас вот к Паку». «Ну, тогда еще терпимо было», — буркнул он в ответ. «А теперь уже нет». Чунгук никогда не завтракал. Вообще не понимал, как можно запихать в себя что-то с утра, кроме кофе. Однако нагулять аппетит времени у них было предостаточно. И сейчас Чунгук хотел не то что есть, а натурально жрать. Желудок неприятно подсасывал от пустоты. «Че там у тебя по деньгам?» Тэхён ничего не ответил. Вместо этого быстро зашагал в сторону магазина, а Чунгук облегченно выдохнул. У него вообще складывалось впечатление, что Ким Тэхён — чертов терминатор. Учиться, да еще и работать с отрясением. Хрен знает сколько терпеть головную боль и не обращать вообще никакого внимания на голод. А еще ведь побои. Чунгук чувствовал каждый синяк. Но это хотя бы не было чем-то новым. То есть он и сам порой огребал. В какой-нибудь драке. Так что дело привычное. Но все остальное-то нет. Чунгук ел, если хотел есть. Пил таблетки, едва начинала болеть голова. И забивал на уроки, если чувствовал недомогание. А Тэхёну хоть бы что. Чунгук ведь знал совершенно точно, что тот тоже испытывает голод. Оглядывая глазами Тэхёна продуктовые прилавки, Чунгук хотел скупить буквально все и желательно побыстрее. А тот спокойно прошелся вдоль, потом обратно, точно так же неспешно. При том, что ощущал нетерпение Чунгука. Гад! Специально изводит? Или всегда такой? В конце концов Тэхён выбрал, наконец-то, какой-то треугольный сэндвич и, расплатившись на кассе, вышел на улицу. Методично избавился от упаковки, скинув ту в мусорку и замер в задумчивости. Чунгук, что? Все равно тебе с Паком разговаривать, а не мне? Да, давай, давай, поторопил Чунгук. Ким по-прежнему держал еду в руке, но откусывать не спешил. А Чунгука пугали отголоски какого-то злого предвкушения, которое испытывал Тэхён. Угу, одну секунду. И вдруг, шумно покатав во рту слюну, тот смачно сплюнул на сэндвич. Что за... Вот теперь ешь, Чунгук. Буквально вытолкнув его вперед, Тэхён уступил управление своим телом, так что спустя несколько мгновений уже Чунгук стоял посреди улицы, а внутри него, пузырясь, закипала злость. Ну и какого хрена ты сделал, придурок? Возмущенно прошепел он. Зачем? А чё ты паришься? Преувеличенно легкомысленно прозвучал в голове голос Тэхёна. Это всего лишь моя слюна, что такого? Блин, это омерзительно! Он держал еду двумя пальцами, ибо действительно было мерзко. Нет, Чунгук понимал, что он в теле Тэхёна, и это слюна Тэхёна. И вроде как не должно быть так противно, но было. Он-то всё равно ощущал себя собой. Да ладно! Ненатурально удивился тот. Серьёзно? Противно тебе? Ты ж голодный! Давай, ешь! Или как ты тогда сказал? Жри? Так вот, жри, Чунгук. Его разрывало от противоречивых эмоций. Чунгук продолжал стоять на месте, низко опустив голову от стыда, и излять сжимал зубы. Нетрудно догадаться, за что именно сейчас так виртуозно мстил ему Тэхён. Чунгук помнил, как заталкивал пиццу тому в рот. Очевидно, помнил это и Тэхён. А сейчас вот взял и припомнил. Довольно жестоко, надо сказать. Ты же и сам голоден. Сквозь зубы процедил он. Ну и что? Я легко могу потерпеть ради такого-то дела, поверь. Сказано было с усмешкой. Ну так что, Чунгук, есть-то будешь? Чунгук вновь посмотрел на сэндвич в руке, на слюну, медленно впитывающуюся в булку, и понял, что не сможет откусить даже кусок. Не буду. Несмотря на то, что аппетитный запах забивался в ноздри, заставляя желудок голодно урчать, а Чунгука сглатывать, он вернулся к урне и выбросил свой несостоявшийся обед. Тихен на это только рассмеялся. Неприятно, обидно. Разозленность сверх меры, голодный и престиженный до невозможности, Чунгук молча зашагал по направлению к дому Чимина. Хреновая шутка. Хасок зло смотрел на него, хмуря брови и сжимал кулаки. Лучше оди отсюда по-хорошему, Ким. Да не шучу я, Хо! Чунгук выставил перед собой ладони, понимая, что если быстро не убедит друга, то тот ему просто вмажет. Ну, может, не лучшая идея была вываливать все прямо с порога? Так, заведенный до предела Хасок сделал шаг вперед, явно с не слишком-то мирными намерениями. «Твою маму зовут Пак Чжи У. Папу Чон Мин Джун. Ты второй ребенок в семье, у тебя есть старшая сестра Давон. Твой любимый цвет зеленый, ты любишь кимчи и молочные коктейли с клубникой». Он тараторил, судорожно вспоминая факты о Хасоке, и, кажется, ему удалось того убедить. «Откуда ты?» «Да погоди!» Чимин шагнул вперед. «Это не такая уж секретная информация?» «Ну, он ведь...» «Слушай, сюда!» Чимин подошел вплотную. «Наш друг пострадал, да. Он вел себя, как полный мудак по отношению к тебе, не отрицая. Но это не повод для таких шуток, ясно? Я без понятия, нахрена тебе это надо? Ну, лучше просто свали сам, или, клянусь, я вышвырну тебя отсюда». «Я не шучу!» Чонгук понимал, что просто не будет. «Ну, кто в здравом уме поверит сказанное им? Вот именно, что никто!» «Не шучу, Чим!» «Понимаю, что это звучит как бред, но я говорю правду!» Он судорожно соображал, как убедить друзей выслушать его. «Вот, ну, спросите меня, о чем угодно, что знаем только мы!» «Да ты, блин, издеваешься?» Вспылил Чимин, но Хасок его тормознул, положив руку на плечо. «Погоди, ладно!» И, посмотрев на Чонгука, позвал. «Идем на кухню!» «Конечно, Чонгук понимал, что, кажись он сейчас на месте Чимина или Хасока, точно так же сомневался бы и точно так же пытал бы вопросами, чтобы убедиться наверняка. Только Чонгук был на своем месте. Сидел на кухне в доме Чимина, находясь при этом в чужом теле, а над ним нависали друзья, которые устроили ему самый настоящий допрос с пристрастием. Нет, поначалу все было довольно спокойно. Спрашивали о том, как зовут родители, адреса, даты рождения и все в таком духе. Но вскоре Чимин с Хасоком перешли к более сложным вопросам. И это уже начиналось слегка подбешивать. Еще и Ким Тихен, гад такой, сидел и хихикал, то и дело вставляя язвительные комментарии, слышать которые мог лишь Чонгук. В том году на вечеринке он с Джунгхёна я переспал с девушкой. Хасок подозрительно щурился, вглядываясь в его лицо. С какой? Жджи Йон, не раздумывая, ответил Чонгук и тут же продолжил, растянув губы в ехидной усмешке. Но ты не переспал с ней. Она была настолько пьяная, что отрубилась в середине процесса. Тихен всохотнул. — Он настолько плох, что она от скуки уснула? — раздалось насмешливое в голове. Чонгук прикрыл смешок кашлем. — А ты, чтобы не позориться, сказал, что все было отлично, ей в том числе. Даже нам с Чимином рассказал правду по пьяни. И то спустя пару месяцев, когда вы с Джи Йон расстались. — Охренеть! — пораженно выдохнул Хасок, глядя на него расширившимися от удивления глазами. — Это и правда ты, но... — Да обогади ты, охреневать! — одернул того Чимин. — Это узнать не так сложно. — Ну и откуда бы? — Ну... — он замялся на мгновение. — Ну, не знаю, может, Джи Йон сама и рассказала. — Да она не помнила! — парировал Хасок. — Так вспомнила, блин, ну, бывает же такое. Или изначально соврала, чтобы неловко не было. — Я откуда знаю? Надо спрашивать что-то такое, что вообще никто, кроме нас двоих, не знает. Короче... Он повернулся к Чунгуку, даже наклонился чуть-чуть. — Мы с тобой как-то пару месяцев назад вдвоем бухали без хо, помнишь? Поспорили тогда на желание. И в итоге... — Я проиграл! — напряженно выдавил Чунгук. Он знал, о чем именно спросит Чимин. И перспектива отвечать сейчас здесь, при Ким Тихёне, его не прельщала. — Не-не, ни за что. А Ким вдобавок так и источал любопытство, зараза! — Именно. И каким было желание? — Иди нахрен, Чимин! — вспылил Чунгук. — Я не буду это рассказывать. — Ого! Стыдно, что ли? — всерьез заинтересовался Тихён. — Что ж ты там такое проспорил, а? — Заткнись! — Да я же молчал, — растерянно пробормотал Чимин. — А я и не тебе говорю. Окончательно разозленный Чунгук подорвался с места и быстрым шагом вышел из кухни. — Как же это все раздражает! Он сидит и доказывает собственным друзьям, что поселился в тело Тихёна. Даже в голове звучит совершенно абсурдно. Хотелось хоть на минуту остаться одному, выпустить пар, но ясное дело, сейчас это было совершенно невозможно. Еще и Тихён прекрасно чувствовал все, что с ним творится. Ведомый злости Чунгук вылетел в комнату Чимина и замер, силиясь хоть немного взять себя в руки. Подойдя к окну, открыл створку. Он делал так каждый раз, если бывал у друга в гостях. Ибо Чимин любил тепло, а ему вечно нужна была прохлада. И лишь сделав глубокий вдох, замер, осознав, что чувствует отголоски страха. — Не своего, Тихёна. — Ты чего? — недоуменно моргнул, не понимая, что могло того напугать. — Тихён. И тут дошло. Именно сюда он затащил Тихёна. Именно здесь удерживал насильно и... ну, все остальное тоже. Испуг лишь мелькнул вспышкой и быстро пропал, но Чунгук успел ощутить его. — Тогда Тихёну тоже было страшно? — Сейчас становилось очевидно, что да. Он, конечно, смутно помнил тот вечер, но был уверен, что видел тогда в глазах Тихёна максимум опасения. Тот не показывал страха. Но это вовсе не означало, что Тихён его не испытывал. — Все нормально, слышишь? — О чем ты? — прозвучало довольно грубо. Только вот трудно обмануть того, кто буквально чувствует то же самое, что и ты. — Тебя здесь никто больше не тронет, обещаю, — заверил Чунгук, надеясь, что его слова звучат убедительно. — Ой, заткнись, недовольная. Никто не любит, когда видно их слабости. А Чунгук увидел, понял, прочувствовал. После испуга Тихёна пришел стыд за то, что так спалился, за то, что продемонстрировал свои чувства. И пускай внешне они по-прежнему никак не проявлялись, Чунгук теперь знал, что они были. — Тихёну было страшно каждый раз, когда они его избивали. — По лицу, по поведению вроде и не скажешь, но черт возьми, насколько же сложно понять, что на самом деле чувствует другой человек. — Как ничтожно мало мы транслируем в окружающий мир, боясь показаться слабыми и испуганными. — Пофиг мне на твои. Я пришел в школу в женском белье, поддавшись порыву перебил его Чунгук. — Что? — не понял Тихён. — Ну, когда я проспорил Чимину, то пришел в школу в трусах таких, ну, знаешь, с рюшами. Он понимал, ощущал сам, насколько некомфортно Тихёну от того, что Чунгук знает про его страх. И не смог придумать ничего лучше, чем поделиться собственной постыдной историей. Никогда и никому он этого не рассказывал, ну, ибо, ну, капец же. И знали только он да Чимин. Мне было адски неудобно, натиралось сильно, но спор есть спор. Я потом взял с Чимина слово, что он никогда и никому не расскажет об этом. Тихён недоуменно молчал несколько секунд, а затем в голове раздался смешок. За ним еще один, который перерос в заливистый смех. Тихён хохотал, а Чунгук ощущал приятное веселье. Одно на двоих. — Это и правда ты! — Чунгук вскинулся, чтобы увидеть в стоявших в дверном проеме друзей. — Правда ты, Гук? Чимин смотрел на него огромными глазами, и стоило Чунгу кивнуть, как тот быстро шагнул к нему. — Мы думали, что все! — Обнимая. — Реально! Чимин сильнее стиснул его, и Чунгук вскрикнул. — Ну, блин, ну, больно же! Он отскочил в сторону, прижимая ладонь к ребрам. — Прости, прости! — зачистил Чимин. — Но как? Почему? Такое ведь просто невозможно, и ты! — А я тебе сразу сказал, что это он, подошедший хосок, поприветственно хлопнул Чунгука по плечу. — Так нет! — приперлась же дальше расспрашивать. — Но я должен был убедиться! — недовольно ответил Чимин. — Да и как вообще сходу можно поверить во всю эту мистическую хрень? Ну, нереально же! Чунгук хмыкнул. — Ну да, он бы и сам не поверил. Окажись на их месте. Тихену с самого начала было некомфортно. И это еще мягко сказано. В прошлый раз сюда его затащили силой, и тогда он по-настоящему испугался, не представляет, чего ожидать от этих придурков. Но Чунгук слегка разрядил обстановку, рассказав ту идиотскую историю. Но кто бы мог подумать? Тихен так искренне веселился, что даже на мгновение забыл, где и с кем он находится. Чунгук, уплетая рамен на кухне Пак Чимина, рассказывал своим друзьям, что с ним приключилось. Конечно, тот упустил некоторые подробности. Например, то, как хвостом ходил за нему, умоляя впустить. Тихен слушал, мысленно удивляясь тому, насколько его представление об этих людях отличается от реальности, и насколько иначе они общаются между собой. Ему всегда казалось, что вся компания Чунгукка – это отмороженные придурки, злые и жестокие. Однако он видел, как Хасок и Чимин обнимали Чунгука, как радовались ему, как заботились о его комфорте. — Блин, не, пипец, как непривычно! — Хасок приблизил свое лицо. — Вот я сейчас четко понимаю, что разговариваю с тобой, Чунгук. Не знаю, как объяснить, то ли речь прям твоя, то ли дело в жестах и выражении лица, но при этом смотрю на Ким Тихена. У меня в голове диссонанс. — А у меня в голове голос Ким Тихена, ага! — хохотнул Чунгук. И тут же закашлялся, подавившись бульоном. — Корявый! — не зло прокомментировал Тихен. — Сам такой! — сиплопарировал Чунгук. — Ну да, это выглядит очень странно. Ты тупо сидишь и будто разговариваешь сам с собой. Чимин и Хасок с любопытством смотрели на него, на них. — А Ким тоже наслышит? — Угу. Продолжая уплетать еду, покивал Чунгук. — А вы можете, ну, хасок помахал рукой в воздухе, ну, типа, знаешь, там, меняться? — Угу. — повторил Чунгук. — А второй сидит внутри, в голове, — поинтересовался Чимин. — Я хрен знает, как это назвать, Чим. Чунгук отодвинул тарелку и сыто откинулся на спинку стула. — Ощущение, словно ты находишься чуть позади, и при этом я чувствую все, что чувствует Тихен. — Тихен. — Тоже верно и наоборот. Он ощущает мои эмоции. — Хм. Дела. — Запустив пальцы в волосы, протянул Хасок. — Да кому расскажи? Не поверит? — Это точно. Тихен ощущал, что Чунгук немного расслабился. — Может, из-за того, что им все утро не фартило, и, набегавшись по городу, они, наконец, оказались теплее и поели. — А может, все дело в том, что Чунгук теперь вроде как и не один. Ну, то есть тот и до этого был с Тихеном, но ведь он не слишком-то переживал о чужом благополучии. А тут друзья, судя по всему, по-настоящему близкие, готовые оказать любую помощь, какую смогут. Что ж, какими бы козлами эти парни не были, дружить они умеют. — Значит, Пусан, задумчиво пожевав губу, выдал Чунгук. — Но почему меня перевезли именно туда? — Ну, мы не то чтобы сильно расспрашивали, сам понимаешь, — осторожно ответил Чимин. — Твоя мама сказала лишь, что там есть клиника, которая специализируется на таких случаях. Не любая больница может правильно содержать тех, кто находится в коме. Вот твои родители и решили перевезти тебя туда. — Насколько я знаю, — вмешался Хасок, — врачи сказали, что твоей жизни ничего не угрожает. Самый же скач была травма головы, из-за которой ты, ну, умер. Тебя откачали, однако в сознание ты так и не пришел. — Еще бы я пришел в сознание, — Чунгук устала, потер виски. — Ладно, теперь, по крайней мере, я знаю, где нахожусь. Уже хорошо. Дело за малым. Доехать до Пусана и вернуться в свое тело. — Ну, давай отвезу тебя завтра, — предложил Хасок. Прямо с утра можем поехать. — Отлично! — заметно обрадовался Чунгук. — А меня вы спросить не забыли? — проворчал Тихен. — Ты вообще-то распоряжаешься моим телом, если что. — А, ммм, растерялся тот. — А у тебя какие-то планы на завтра? — Ну, учеба, например. А еще работа. Он заметил, как Хасок и Чимин притихли, с интересом глядя на них. — Если школу еще можно прогулять, черт с ней, то с работы не прокатит. Мне по-любому нужно явиться. — С утра не успеем, — задумался Чунгук. — Тогда я завтра отработаю смену и попробую отпроситься у начальника. Думаю, отпустит. — А чем ты, говоришь, занимаешься на работе-то? Заказы развозишь? — Нет, — Тихен ухмыльнулся. — С понедельника по четверг я стою на посуде. Не переживай, Чунгук. Тебе понравится. Глава восьмая. — Ты что, он, зараза, уперся? — Наотрез отказываюсь оставаться тут на ночь. И Чунгук проявлял чудеса дипломатии, пытаясь его убедить. — Это твои друзья, не мои. И если ты вдруг подзабыл, то теплых чувств ни к одному из вас я не испытываю. Так что предпочту ночевать на крыше. — Ну, да чего ж ты упрямый? Чунгук потер лоб, размышляя, какие еще аргументы привести. — Слушай, мы спать будем в отдельной комнате. Завтра с утра Хасок отвезет в школу. Ну, удобнее же, чем пешком тащиться. Время уже к вечеру, но пока доберемся, вообще стемнеет. И охота тебе на ночь, глядя, куда-то идти. — Так, все, ты меня достал. Ощущение было такое, словно его за шиворот дернули назад. Всего секунда, и Тихен перехватил управление телом. — Ну, так-то лучше. Поднявшись на ноги, тот обратился к Чимину с Хасоком. — Я ухожу. И быстрым шагом направился к выходу из кухни. — Эй, эй, погоди! Чимин догнал его уже в коридоре, когда Тихен надевал кроссовки. — Ну, куда ты уходишь? Ну, оставайся! — Нет, спасибо. Отрезал Тихен и взялся за дверную ручку. — Слушай. — Негромко и как-то неуверенно произнес Хасок. Возможно, именно это заставило Тихена замереть. — Я понимаю, что ты злишься на нас всех, и да, поводов у тебя предостаточно. Однако, несмотря на это, ты помог Чунгуку. Ну, в общем, спасибо, что позаботился о нем. И Хасок поклонился. Если Чунгук просто не ожидал ничего подобного и был удивлен поведением друга, то Тихен оторопел настолько, что замер с приоткрытым ртом. Так и стояли, как дебилы, ошарашенно взирая на Хасока. — Ты скажи хоть что-нибудь, — первым отмер Чунгук. В груди разливалось приятное тепло от осознания, что эти двое действительно за него переживали. — Неловко откашлялся Тихен. — Да не за что. — Есть за что. Чимин шагнул ближе, заглядывая в глаза. — Ты помог Чунгуку, когда он в этом нуждался и позаботился о нем. Но позволь теперь нам позаботиться о тебе с осторожной улыбкой. Я постелю свежее постельное. Комната будет отдельной. А еще есть душ, где можно настроить подачу воды, как тебе нравится. Во что переодеться после я найду. Ну, оставайся давай. Тихен явно сомневался. Так что Чунгук решил поторопить его с принятием решения. — Да чуть-чуть уговаривать-то надо, как принцессу. Ну, хватит ломаться. Просто прими то, что предлагают. Ты не будешь обязанным после этого. Ведь в первую очередь они переживают обо мне, а не о тебе. Ладно. Спустя, как показалось Чунгуку, целую вечность согласился Тихен и начал разуваться, цепляя носком одной кроссовки задней к другой. Куда идти? Он облегченно выдохнул. Ну, наконец-то уговорили. Провести вторую ночь на комковатом матрасе в крошечной коморке ему нисколько не улыбалось. Чимин выделил им гостевую спальню, в которой обычно ночевал Чунгук, когда оставался здесь. Родители друга вечно мотались по командировкам. Мама два раза в месяц, а отец и вовсе практически не бывал дома. Именно поэтому любые дружеские попойки чаще всего заканчивались у Чимина. Тихен явно чувствовал себя не в своей тарелке. И не зная, куда приткнуться, уселся на край кровати, бездумно пяляя стену. «Сейчас Чимин смену одежды принесет», — подал голос Чингук. «А после душа можно спать завалиться, что скажешь». «Угу», — безэмоционально буркнул тот в ответ. «Если хочешь, то давай я возьму управлен...» «Вот», — Чимин толкнул дверь плечом, удерживая в руках стопку одежды. «Держи, идем покажу, как душ включать». Чингук резко передумал меняться местами прямо сейчас. Ну, просто до него разом дошло, что Тихен пойдет душ. Ну, в смысле, будет мыться там, совершенно голый. И отчего-то эта мысль дико смущала. Несмотря на то, что он легко мог управлять телом Тихена, все равно воспринимал его как чужое. Так что касаться Тихена везде, и уж тем более мыть, он был категорически не готов. Пока Чимин проводил инструктаж, Чингук судорожно соображал, что ему делать. Может, вообще выйти из тела, чтобы не смущать их обоих? Не, не катит. Во-первых, что-то может пойти не так. Вдруг он потом не сможет вернуться обратно. Да и хрен знает, с какой скоростью он будет исчезать, находясь вне тела. Ну уж нет. Тихен тем временем, заперев дверь на щеколду, взялся раздеваться. Чингук прикрыл глаза, чтобы ничего не видеть, ибо капец как неловко. А еще очень-очень смущающе. Настроив воду, Тихен шагнул под струи, и Чингук ощутил, как приятно по телу разливается тепло. Сейчас он в полной мере осознал, насколько сильно были напряжены мышцы. Медленно-медленно расслабляющиеся. Тихену было хорошо. Чингуку тоже. — Я чувствую твое смущение, Чингук, — негромко произнес тот. Несмотря на шум воды, он услышал. Черт! Он бы услышал, даже если бы Тихен шептал. Ему некуда деться от этого голоса, некуда сбежать от противоречивых эмоций. Не скрыться, он весь как на ладони. Совершенно открытый и беззащитный. Это так забавно. Кто бы мог подумать, гроза всей школы Чон-Чонгук стесняется, как девственник. — Хватит издеваться, — попросил он. — Просто ситуация непривычная. — Ну-ну. Вот же ж ехидно. К счастью, Тихен больше ничего не стал говорить. Вместо этого взялся изучать баночки, что ровным порядком стояли на полочке. Найдя нужную, налил в ладонь гель для душа. И начался ад. Потому что Тихен-то вроде просто мылся, водя скользкими ладонями по телу. А Чонгук разве что не полыхал от охватившего его жара. Да черт возьми! Он одновременно воспринимал тело Тихена и как чужое, и как свое собственное. Чонгук чувствовал, что это он касается горячей от воды кожи. И при этом казалось, словно его самого гладит Тихен одновременно. — Что, по-твоему, ты делаешь? — прозвучало требовательно от Тихена. — О чем ты? — не понял Чонгук. — Вот об этом. Тихен обхватил пальцами члена, и Чонгук стыдливо зажмурился, когда до него дошло. О чем речь? — Это твое возбуждение, не мое. Смекаешь? — Прости. Вышел какой-то жалкий писк, но серьезно, он даже не предполагал, что их сдвоенные ощущения окажутся настолько сильными. И нет, Чонгук далеко не девственник, как обозвал его Тихен. Однако до парней у него как-то не дошло, и теперь он задыхался от возбуждения, сходил с ума от новизны и не знал, куда деться от стыда. — Ну, просто ты гладишь себя, и я, в общем, ну... — Я мою, черт! Как я могу сделать это, не прикасаясь к себе? — прошепел Тихен. — Так успокаивайся давай. И, сильнее отодвинув крайнюю плоть, провел мыльными пальцами по контуру, ниже по стволу. Ясное дело, чтобы помыть. Но Чонгуку от этого было не легче. Когда все те же пальцы прошлись между ягодиц, Чонгук не выдержал и застонал. Член дернулся от прострелившего их обоих возбуждения, и Чонгук тоже дернулся от неожиданности. — Да твою мать, Чон! — громко возмутился Тихен. — Из-за тебя у меня встает на самого себя. Попахивает долбанным нарциссизмом. Ты не находишь? — Ну, условно, это у меня встает на тебя. — Охренеть признание! Сам-то понимаешь, кому и что ты говоришь? — Ну, это физиология, ничего не знаю, — попытался оправдаться он. — И вообще, когда все закончится, можешь подкалывать меня сколько захочешь. — Сейчас, ну, сделай уже что-нибудь. — Ты имеешь в виду это? Чонгук почувствовал смятение от Тихена. Вместе с возбуждением и заинтересованностью. — Да ты извращенец, Чонгук. — Да плевать, просто. Он прервался на полусловие, шумно выдыхая, когда Тихен, обхватив ладони возбуждения, чуть вывернул запястье. — Ну, твою ж мать! Ну, какого черта это настолько приятно! А Тихен, не останавливаясь, продолжил изводить их обоих, явно наслаждаясь процессом ничуть не меньше Чонгука. Тихен ласкал себя так, как нравилось ему самому, тягучо, неспешно, слишком медленно для Чонгука. Хотелось чуть быстрее, чуть сильнее, и внутри плескалось нетерпение, густо замешанное на остатках смущения и желания. Чонгук пропускал через себя чужое удовольствие и негромко постановал от своего собственного. Это не было похоже на обычную дрочку, даже рядом не стояло. Слишком хорошо. А Тихен еще и смотрел вниз, так что Чонгук невольно видел, как длинные красивые пальцы двигаются. Сжимают, медленно скользят, размазывая мыло и естественную смазку. Во рту Тихена копилась вязкая слюна, и им обоим было очевидно, что это вина Чонгука. Попробовать на вкус выступившую капельку хотелось до одурения. Как и ощутить гладкость языком. Ты, выдохнул Тихен, заставляешь меня испытывать странные желания. Это, блин, ненормально. Прости, вновь повинился он, окончательно признавая, что ему ничего не скрыть от Ким Тихена. Остается только принять это. Стань громче, Чонгук, вдруг потребовал Тихен. «Раз уж я доставляю удовольствие тебе, то и ты должен сделать хорошо мне, да?» Шири расставив ноги, тот уперся спиной в стенку душевой кабинки, запрокидывая голову. Рука быстрее задвигалась, и Тихен прикрыл глаза, погружая их обоих в темноту, вынуждая еще сильнее концентрироваться на ощущениях. «Я не слышу ответа!» Издевательски замедляясь, негромко произнес Тихен. «Что?» Сознание уплывало, и все, о чем он мог думать, это возбуждение, что скручивалось снизу, чтобы волнами разойтись по напряженному телу. «Ты хочешь сделать мне хорошо, Чонгук?» У Ким Тихена всегда был такой красивый низкий голос. «И почему Чонгук не замечал этого прежде?» «Охренительно же, Господи!» «Да, честно, сейчас Тихен мог попросить что угодно, и он согласился бы, как миленький. Тогда Стани полыхнуло. Чонгук без того уже едва держался. Но приказ Тихена окончательно сорвал тормоза. Он с готовностью подчинился. И потому что хотел сам, внезапно испытав, граничащий с наслаждением стыд от того, что делает это, и потому что уже просто не мог сдерживаться. Он стонал, хныкал и нес какую-то чушь, умоляя не останавливаться. А Тихен совсем тихо всхлипывал, закусив нижнюю губу, чтобы не быть услышанным. Кого из них выгнуло в пояснице от особенно резкого, на грани боли движения, сказать было трудно. Ощущения смешались в дикий коктейль, и Чонгук уже не мог отличить своих от чужих. Они просто сливались, а восприятие сузилось до сводящей с ума ласки. «Это ты», — выставил Тихен. «Ты частично управляешь». Он не сразу понял, о чем тот говорит. Лишь спустя несколько секунд Чонгук осознал, что сумел частично перехватить управление над телом. И теперь сам толкался в кулак Тихена, коротко и рвано дергая бедрами. Впечатление, что они оба владели телом одновременно, ведь руку по-прежнему сжимал Тихен. И черт знает, как это вообще работает, но было откровенно пофиг. Единственное, что имело значение — собственное желание. Наверняка со стороны они выглядели нелепо и даже смешно. Ну, кого из них это сейчас волновало? Им обоим слишком хорошо, одуряюще приятно, и никто из них уже просто не в силах остановиться. Не из живота подрагивал, Тихен так завораживающе сладко всхлипывал, вторя Чонгуку, что удержаться еще хоть немного не было никакой возможности. Срываясь в оглушающий по своей силе оргазм, Чонгук звучал совсем уж отчаянно. Не только кончаясь сам, но и ловя мощные отголоски чужого удовольствия, чувствуя, как толчками изливается на пальцы. Колени подломились, и Тихен просто съехал по стене, шлепнувшись задницей на пол душевой. В голове звенела пустота. Чонгук хоть и понимал, что, наверное, надо что-то сказать, но никак не мог сообразить, что именно. Охренеть! Все, на что его хватило! Ну да, заторможенно ответил Тихен. Видимо, тоже был слегка ошарашен произошедшим, или не слегка. Охренеть! Подставив ладонь под строй воды, смыл следы недавнего удовольствия и медленно поднялся на подрагивающих ногах. Надеюсь, теперь ты дашь мне спокойно помыться? Да, мойся, конечно. Ну а что он мог еще сказать? Только давай быстрее, я что-то не готов пока повторять, вот прямо сейчас. Хотя хотелось еще, че уж тут. И они оба это понимали. Ладно. Да, неловко было им обоим. И если у Тихена вроде как не было особых причин для стеснения, ведь в конце концов тот находился в своем теле, так что, по сути, всего лишь подрочил в душе, и все. То у Чунгука этих самых причин было завалить просто. Во-первых, он стал свидетелем-участником и получал от этого истинное удовольствие, скрыть которое не было ни малейшей возможности. Во-вторых, он слегка охренел от некоторой властности Тихена и стонал, надо сказать, не только от того, насколько хорошо ему было, но еще и потому, что таким приказом хотелось подчиниться. Он сделал это добровольно. Пускай разум и был слегка затуманен желанием. Но глупо было пытаться прикрыть свое поведение нелепым, не осознавал. Все он понимал, как и Тихен. И это знали они оба. Однако на этом мучения Чунгука не закончились. Идея выпросить у Чимии на аптечку поначалу показалась ему очень даже удачной. До тех самых пор, пока не дошло до обработки ран. Он ведь вызвался взять на себя управление телом Тихена, едва они вышли из душа. И только вывалив на кровать мазь от гематомы, антисептик и пластырь, осознал, как сильно затупило, насколько опрометчивыми были его действия. Выглядеть девственником стесняшкой не хотелось, так что он не стал малодушно предлагать снова поменяться местами. Справиться. Ну, всего-то мазью намазать да антисептиком залить. Подтекста ноль. Какие вообще тут могут быть проблемы? И это была вторая глупая мысль за последние десять минут. Встянув выданную Чимином футболку, Чунгук встал перед зеркалом, разглядывая тело Те. Да, оно было привлекательным, это бесспорно. Только вот взгляд цеплялся за гематомы и кровоподтеки, оставленные в большей степени самим же Чунгуком. Синяк на ребрах выглядел страшно. Огромный, синий-фиолетовый, с корочкой засохших крови по одному краю. Видимо, он даже через футболку умудрился сдернуть кожу берцами. Живот был усыпан синяками поменьше, а спина... Тут тоже все просто ужасно. Даже на шее виднелся тонкий след, который остался после того, как Чунгук дернул Техена за рубашку в тот злосчастный день. Костяшки на кулаках были сбиты, кожа на ладонях местами содрана. По лицу тоже прилетело неслабо, губа и бровь разбиты. А на скуле красовался синяк, который только чудом не растекся под глаз. Это он еще ноги не рассматривал. — Ну, так и будешь смотреть или уже сделаешь что-нибудь? — негромко поинтересовался Техен. — Если хочешь, я могу сам. — Нет, — хрипло отказался Чунгук. — Я сделаю. Чунгук как бы не дебил и вполне понимал, что, когда избиваешь человека, то на его теле остаются следы. Но одно дело знать и совсем другое — наблюдать воочию, не говоря уж о том, чтобы чувствовать каждый синяк как свой собственный. — Ой, вот только не надо меня жалеть, — зло выплюнул Техен. Раздражает. — Почему? — Потому что это очень удобно, блин. И забью, и потом пожалею, и совесть чиста. И словно ничего плохого и не делал. Ты еще извиняться начни для полноты картины. — Ну, а тогда что мне? — Просто возьми и обработай, — отрезал Техен. — Это была твоя гениальная идея. И перестань строить из себя виноватого страдальца. Это не поможет. Лично мне твои извинения нахрен не сдались. Потому что они не отменят того факта, что ты мудак и не перечеркнут сделанного тобой. Чунгук молчал. Ну, а что он мог сказать? — Ведь Техен прав. И он хотел извиниться лишь для собственного успокоения. И дело даже не в том, что он лично участвовал в избиении, а в том, что после всего произошедшего Техен ему все же помог. Неприятно осознавать, что кто-то лучше, чище, чем ты сам. И да. Ким вовсе не жертвенный агнец и не невинный ангел. Мотивы свои не скрывал изначально, подчеркивая, что хочет причинить боль. Да и прощать не собирается, что, в общем-то, правильно. Поэтому, не желая развивать тему, Чунгук просто смочил ватный диск антисептиком и взялся осторожно протирать те места, где была содрана кожа. Со спиной, правда, пришлось повозиться. Но он справился. Дальше мазь, из-за густоты которой он в итоге чуть ли не полтюбика истратил. Ожидая, пока та впитается, Чунгук уселся перед зеркалом и начал смазывать синяк на скуле. Так странно, знаешь. Судя по тону, Техен был все еще немного зол. Я смотрю на свое отражение, а вижу тебя. Иногда хочется ущипнуть себя, чтобы понять, что это я. Ну, то есть, как бы сказать. Я понял, тот усмехнулся. Думаешь, мне комфортно смотреть, как кто-то управляет моим телом? Нет, я понимаю, что в любой момент могу отодвинуть тебя в сторону, но это все равно немного стремно. Ну, будем надеяться, что скоро все это закончится. Угу, согласился Техен. А теперь давай спать. И весь просто переисполненный каким-то злорадством ехидно добавил. В конце концов, тебя завтра ждет первый рабочий день. Вот гад. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Ну, что я могу сказать? Ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Как это было? Неоднозначненько, но очень интересно. Согласитесь? Подобные сюжеты не часто встретишь на фикбуке, да? Оригин, спасибо тебе большое за очень интересное повествование. Я надеюсь, что впереди нас ждет еще более интересные сцены. Ну, и в конечном итоге самое главное, чтобы был хэппи-энд. А то, что он здесь будет, я почему-то в этом абсолютно уверена. Друзья, конечно же, я буду очень рада, если вы поделитесь своими эмоциями. Давайте пообщаемся в комментариях. А с вами была Маруся. Совсем скоро встретимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok